здравствуйте господа начинаем сегодняшний вебинар который называется у нас эзотерика и магия с андреем дуйкот от анзлантиды до современных ритуалов я постараюсь ответить на ваши вопросы сегодня идет одновременно трансляция в тик ток и в instagram дальнейшем я так и буду делать сейчас прямо я вижу ваши вопросы с удовольствием данные вопросы для вас отвечу и так наталья филиппова здравствуйте андрей андреев дякую вам за коды практикую чекаю на ваше видео хай у вас завжды буду счастья деточкам божаю здоровье и долгих уроки и житья для нас дякую вам за допомогу уру людям самый главный код который есть в этом мире это код скоро вы знаете есть такие ключевые слова они очень удивительные но и они очень эффективно работают вот смотрите когда человеку плохо или когда человек хочет чтобы его желание исполнилось он должен произносить вот допустим женщина не может выйти замуж и в тот момент когда у нее появляется переживание она обычно говорит почему у меня нет мужа или почему со мной никто не знакомится почему это почему слово это тупик потому что никто не ответит вам на данный вопрос раз потому что ответа вы не найдете 2 потому что кто должен ответить в итоге на этот вопрос то есть когда человек говорит почему у меня нет то в ответ слышит тишину и данный ответ является ну фактически мертвой точкой в которой упирается человек почему нет денег почему всем хорошо что нужно знать когда у вас появляется слово почему обязательно продолжайте говорите почему у меня нет денег почему у меня нет мужа но ничего скоро появится есть такие люди у которых есть развитая психическая энергия но она переходит в состояние панических атак так как человек очень мнительные начинает себя накручивать обычно строя какие-либо тупики допустим это может быть так что-то со мной произойдет что-то должно случиться и так далее на самом деле это следствие уже произошедших каких-то изменений гормон нейрогормональных и скорее всего это переизбыток в нейроне адреналина и необходимо помощь но в случае если это только развивается обычно помочь психологически опять-таки только в начале можно произнеся слова которые звучат так из-за чего или я скоро умру но не сегодня допустим если вы общаетесь с человеком которого такие состояния он говорит панические атаки почему мне кажется я сейчас умру вы говорите да умрешь но не сегодня умрешь другой день человек говорит нет мне кажется сейчас да скорее всего тебе кажется что сейчас но скорее всего это будет не сейчас это скорее всего будет уже через 40 лет таким образом создавая продолжение мы даем облегчение вот так устроены коды коды они есть и в нашем языке как они проявляются очень много слов допустим которые есть в украинском языке в русском языке греческом языке болгарском языке которые похожи на слова взятые санскрита допустим например ну допустим слово богатство буквально смотрите как это звучит на санскрите бхага тацат можно ли сказать что богатство похоже на слова бхага тацат ну да смотрите тацат славлю бхага божье благословение таким образом когда человек говорит я богат или у меня богатство то есть он говорит не что другое как я славлю божье благословение чем деньгами скорее всего какими-то божьими проявлениями счастья в жизни этого человека ну вот так собственно и работают такие коды они действительно очень уникальны такие совершенно незаметные слова очень мощно могут изменить жизнь человеку ну продолжим или день джунины добрый вечер же мандрия 3 скажите пожалуйста как выбрать духе парфюм какие есть обряды с духами духе сами по себе и есть эфиром и духе создают образ у человека посмотрите на себя внимательно как вообще подобрать духе сделайте так сядьте и очень быстро начните дышать носом когда вы очень быстро подышите носом вот таким образом то после этого успокойтесь и попробуйте нежно как бы резко делая короткие вдохи услышать запах которая распространяется вокруг вас через какое-то время вы можете почувствовать определенный запах вот этот запах он более всего подходит вашему вашей душе и более всего подходит вам и он создает такой темперамент допустим такие продукт такие вернее запахи как бергамот даже не так такие запахи которые создают которые создают эффект наверное коры или запаха коры такие запахи подходят для людей которым необходимо успокоиться но они могут привести человека к лени допустим запахи которые больше пахнут цветами такие запахи они могут помочь человеку больше мечтать и отвлекаться но могут приводить к рассеянности запахи которые больше связаны с амброй вот такой или удом они связаны с концентрацией научной деятельностью такой суровой работой ладаном но они могут привести к заморачиванию человека и невозможности отключения от чего-то то есть тот момент когда нужно будет расслабиться вы не сможете от этого отойти вообще духи которые есть на сегодняшний день это палитра знаете как я отношусь к духам почему я не люблю запахи которые пахнут чем-то одним мне такие запахи не нравятся потому что бывают запахи когда есть бывает музыка духе как музыка бывает музыка где играет одна скрипка или играет какой-нибудь один инструмент и это может быть очень красивым допустим как игра перельмана григория прельмана да григория георгий или григория не помню спутал я григория перельмана с григорием прельманом но есть такой скрипач вот если слушать его скрипку даже если эта скрипка играет без оркестра то это прекрасно не могу сказать что есть другие скрипки которые могут играть и видя в большом количестве людей которые играют на скрипке не всегда можешь радоваться тем звуком которые они издают так как такой инструмент он больше подходит к тому чтобы играть в оркестре но точно также труба и флейта и так далее хотя точно также и в духах что ценится в духах ценится аккорд ценится аккорд и когда ты нюхаешь духе какие-либо или одеколон то ощущаешь аккорд он такой должен быть насыщенный богатый а еще выбирайте такие парфумы в которых невозможно угадать ключевой компонент если духе пахнут розой это не очень хорошо если духе пахнут морковкой или цитрусом это конечно же все хорошо но это обычные знаете есть такие картины которые могут передать чувство или создать чувство есть такие картины которые создают чувство одним мазком а есть картины которые невероятно красивые но не создают никакого чувства никакого действия никакого никакой души такие же есть духе иногда есть духе которые просто пахнут и человек говорит но мне наверное это подходит потому что мне объяснили что таким как я это подходит на самом деле это не так научиться жить и ощущать необходимо только после длительного общения и коммуникации с парфюмами так человек начинает чувствовать музыку в тот момент когда он очень долго ее слушает у него появляется чувство к этой музыке у него появляется внутреннее ощущение что ему хочется слушать определенную музыку в дальнейшем он выбирает для себя либо какой-либо стиль либо выбирает музыку по своему настроению также происходит и с парфюмами они не могут быть только борщом или только кашей нам сегодня хочется кашу а завтра хочется салат и также и в музыке музыка она сегодня нравится одна завтра другая также в запахах какие запахи хороши случае если вы используете какой-либо запах то вы можете ориентироваться то есть сказать себе при посещении парфюмерного магазина буквально следующее сегодня я постараюсь создать или сегодня создать сегодня я постараюсь выбрать такой запах который поможет мне больше зарабатывать или нравится еще больше мужчинам или вот если через такой позыв начинать выбирать духе и произносить себе буду ли я нравится с таким запахом мужчинам или буду ли я более мало молода выглядеть с таким запахом или буду ли я гораздо больше зарабатывать с таким запахом вы сто процентов обязательно найдете тот запах который будет этому соответствовать выбирайте откройте для себя целый мир не выбирайте бездумно запахи бездумно выбранные запахи это зря потраченные деньги если какие-либо магия с духами магия с духами является тем что вы пользуетесь такой такими духами пользуйтесь духами они будут пахнуть какие есть ароматические компоненты которые могут очень изменить судьбу человека с розой моложе становится с пачули больше денег с бергамотом больше мужественнее человек становится лимон делает человека более холост таким холощенным или более нарцистичным апельсиновые цитрусовые создают вообще эффект такого человека который может быть более спортивный может быть более подтянутый более свежий в противовес запах полыньи шалфея чабреца даже розмарина могут создавать наоборот ощущение фривольного совершенно а наоборот более сконцентрированного более такого сильного человека более сосредоточенного на состоянии сознания более умного или создавать такой вид подбирайте для себя какие-то свои персональные парфюмы вот это вопрос романчук доброго дня шановный паны андрю я вашу ученицу уже дей кілька роков дячна вам за це и вам дякую за співпрацю на сегодня меня хвилю и питания коли я зустрену своего человека и выйду я замеж як це будет дякую за вас познакомитесь где-то в очереди где это будет очередь возможно это очередь кассы автомойки автозаправки покажите мужчину мужчина будет достаточно молодой невысокого роста широкоплечий более со светлыми волосами чем с темными но почему то с карими глазами может лысый может быть звать будут олег или александр также хочу сказать что это произойдет скорее всего либо в этом году либо в следующем пошла трансляция да ура ну если трансляция пошла давайте тогда продолжим итак я ответил на вопрос как выбрать духи теперь у нас вопрос колы я зустрену своего человека выйду замеж такие вопросы я обычно не советую вам задавать дело в том что это может дело в том что а если вы не встретите и ваша судьба прожить в одиночестве вы готовы это услышать в своей жизни а ведь я же тоже могу это сказать представляете зачем вы это делаете мне очень наш нужно очень важно не бывает замужества важно перестаньте не делайте так это неправильно ну что ж вообще что нужно знать женщина очень часто думает что постель является важным элементом для мужчины это не так мужчина через постель не хочет жить потом женщиной для мужчины постели это не так важно тогда вопрос а что же важно для мужчины для мужчины важно точно не постель ему конечно постель подходит но он к этому относится несерьезно для мужчины важно чтобы кто-то им восхищался вот если хотите захомутать мужчину восхищайтесь мужчиной и в жизни будет все хорошо знаете женщины наоборот должны проявлять каких женщин любят мужчины мужчины любят женщин которые максимально проявляют ласку и выглядят как нежная ласковая теплая добрая мягкая пушистая такая тепленькая которая вот медленно и так далее такие нравятся мужчинам как ни странно в большинстве своем а когда женщина это конь с придатками то тогда мужчины обычно не хотят а если хотят то хотят за что-то хотят за что ты уже такие женщины притягивать альфонсов если вы встречаясь с мужчиной начинаете говорить я ордена ленина дружбы красного знамени работаю зарабатываю почему не так и все мужчина у меня вот эти вот эти вы что рекламу про вы что продвигаете рекламную кампанию перед этим мужчиной он же не должен вас купить он же должен почувствовать что он должен почувствовать когда женщина начинает говорить у меня много поклонников я яркая модная работаю меня хороший бизнес я еще и вот это еще зачем какую задачу вы ставите вы что хотите продать ему себя вы что хотите от этого человека наоборот не старайтесь максимально не говорить о себе просто ведите себя естественно смеетесь давайте возможность ему ухаживает там наклоните голову там я знаю там погладьте бокал и проявляйте какую-то нежность смейтесь даже если это не смешно и так далее что нужно делать мужчине чтобы понравиться женщине первое не бояться женщина точно так же хочет чтобы с ней был мужчина как и мужчина хочет чтобы с ней была женщина второе будьте смелыми женщины любят смелых также дайте женщине подумать если вы начинаете ухаживать то знаете женщине для того чтобы понять нравитесь вы ей или нет или хочет она с вами быть знакомой или нет необходимо время ну и следующее обязательно помните о том что женщины любят носом и комплиментами поэтому говорите комплименты запомните слова мои глаза не видят такой красоты как ты какое самое простое слово которое может изменить отношения в семье запомните эти слова хвалите женщину за то какая она никогда не говорите женщине какая у нее красивая одежда какие красивые туфли какая красивая машина на которой он ездит на которой она ездит какая она там что на ней одета какие у нее хорошие дети и так далее нет этого женщина не поймет хвалите женщину за то какая она говорите ты у меня такая особенная такая красивая у тебя такие красивые глаза ты так похудела тебя такие тонкие пальчики ты такая восхитительная а вот мужчину не хвалите за то что он какой-то нельзя мужчине говорить у тебя красивые руки красивые плечи красивый живот у тебя красивые глаза и так далее мужчины на это обижают в большинстве своем говорите мужчину о хорошие на тебе там костюм красивые часы красивая одежда или там красивый автомобиль хороший автомобиль сколько лошадиных сил хвалите автомобиль мужчине это то же самое что признаться мужчине в любви все таким образом захомутайте на сто процентов если он ездит за рулем скажите а сколько лошадиных сил а ну как газа не нормально вот это ты гоняешь а я люблю тоже с ветерком вот бы нам поехать а ты любишь кушать вкусно да вот супер какой же ресторан хороший когда вы говорите мужчине какой хороший ресторан вы фактически ему говорите я тебя люблю правда когда вы пришли в ресторан горите мне не понравился ресторан считайте что мужчина услышал я ей не нравлюсь все это вот так все устроено женщин хвалят по-женски за тело мужчин хвалят за то что вокруг них находятся и к чему они причастны привел вас похвалите ресторан считайте что ему признаетесь любви женщину возбуждает все что перед интимом и укрепляет это семью то есть если вы хотите чтобы у вас были интимные отношения ложитесь на кровать и ждете когда жена там зайдет и когда она заходит говорите о мои глаза никогда не видели такой красоты как ты ты такая красивая наконец-то я расслабился уже не думаю ни о чем ты наконец-то так хочется видеть в тебе это тепло ты такая теплая такая красивая такая близкая спасибо тебе ты самое дорогое в моей жизни все вы ее уже согрели все она уже ко всему готова не забудьте в начале и и погладить поцеловать и почему потому что в итоге вот рассмотрите сам процесс ведь сам по себе процесс исполнения семейного долга двери двери закрой сам по себе процесс исполнения семейного долга он кратковременен ну 10 минут 30 ну час но слушайте час на протяжении всей жизни это мало ну и к этому нужно готовиться знаете раздеться одеться помыться побриться зубы почистит пахнет не пахнет это колоссальный она же в итоге хочет понравиться поэтому ну женщина она хочет нравиться прежде всего для мужчины постели это интим для женщины постели это возможность понравиться этому человеку ну и старайтесь делать все для того чтобы она уйди отсюда роза я не разрешаю китя что это за новости ты придумала молодец что это вы себе придумали роза давайте забирайте фломастеры выходить из кабинета быстренько а то не пущу больше вас наша аня давай закрывать двери китя как сделать так чтобы дома очень быстро прекратить конфликт есть дома допустим муж и жена и он говорит я там обиделся вы должны сказать нужно поговорить давай поговорим и человек говорит вот я обижаюсь на то что ты сделал то-то то-то вы знаете сто процентов что вы этого не делаете не доказываете говорите да действительно да действительно я это сделал прости меня за это все конец или я действительно это сделала прости меня за это все проблема решена не нужно никто не понимает то что вы надулись и обижаетесь никто этого не понимает не ценит никого вы в жизни не перевоспитайте дети рождаются и взрослые уже имеют свой характер все это абсолютно ну не важно даже если женщина даже если женщина проявила как-то допустим там фыркнула говорите да действительно я так поступил прости меня за это этого достаточно даже не разбираясь за что вы просите прощения делайте так это очень эффективно работает она обижается вы видите говорите да действительно точно и так поступил это хитрость как будто вы прочитали мысли почему многие женщины хотят чтобы у них были прочитаны мысли но дело в том что многие мужчины не понимают как это делать а скорее всего большинство не понимает поэтому никто не проанализирует из-за чего никто не вспомнит как бы женщина себе это не представляла но это не решает вопросы поэтому видите перед собой надутого мужчину или надутую женщину говорите да действительно я это сделал извини меня за это или прости меня за это этого достаточно если со первого раза не помогло поможет со второго с третьего пробуйте скажете мне потом спасибо это ключевые слова слова измени решает все сначала говорите да действительно это я сделал о наконец-то он понял о чем я думаю и после этого горитину прости мне за это женщина добродушный человек добрый всепрощающий и после этого она прощается на этом конец елена борозье у нас спасибо что с нами если сны когда живи повторяется стоит ли заморачиваться да есть сны кармические когда снится прошлое если снятся сны в котором есть прошлое то это говорит о том что вы кому-то что-то должны и должны подумать как с этим всем рассчитаться случае если сны снятся не кармические то они ни о чем или о будущем или какие-либо еще если сны о прошлом где одна и та же картинка то нужно для этой картинки поставить свечу прямо зажечь свечу сделать это либо в четверг либо в субботу и сказать я посвящаю тем кто хочет от меня долго посвящаю эту свечу во имя получения данного долга и после этого пусть эта свеча горит это кармический долг и пусть он решается таким образом скажите пожалуйста время чтения мантры можно в наушниках слушать музыку или что-либо другое мантры это своего рода вот как это все устроено существует нобелевский лауреат по фамилии пригожин илья он в 1986 году получил нобелевскую премию за определенную работу она называется называется она как-то из 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 по этот процесс который он там описывается называется диспо диспо диспроцессе нам как-то так ну одним словом в чем его особенность он там говорит о том как происходят все события в этом мире он говорит о том что события вне человеческой структуры вне биологической структуры по идее настроена на то что и эти события происходят стихийно то есть появляется ветер появляется солнце и так далее и вот эти события которые происходят они упорядочиваются и он доказал почему это возможно при этом человеческую любую биологическую структуру он предложил воспринимать как модель двигающийся к саморазрушению или к разрушению в чем доказательство человек рожден и он конце концов умрет то есть можно сказать что каждая биологическая модель создана с целью разрушится в конце и после этого он сказал что эта модель которая в конце разрушится она энтропическая то есть она к энтропии приводит а там где уже существует энтропия то есть вне человеческого существа энтропия движется к порядку то есть она обязательно создает упорядоченную модель таким образом энтропический или разрушительный человек а он коммуницирует со внешним миром и доказал это в виде математической формули чему я это говорю тот момент когда человек произносит вслух определенные мантры и вкладывает чувства в эти мантры то он создает из процесса энтропии которая есть вне его создает процесс порядка а слог в этом случае участвует может ли что-либо улучшить эту модель может чувство человека если читать и чувствовать то процесс формирования порядка в энтропии энтропия это разрушение период в создавании порядка то есть события которое будет для вас посвящено произойдет быстрее если это делать без чувств то тогда события не произойдет быстрее а скорее всего растянется во времени ответ такой в случае если вы читаете мантру и при этом слушаете музыку то тогда вы не чувствуете вы свои чувства тогда посвящайте либо музыки либо чему-либо еще таким образом отодвигаете от себя процесс действия мантры почему мантра мантра создает процесс через работу под сознанием объясню почему когда человек произносит скорую когда человек произносит допустим допустим какую-нибудь маль какую-нибудь молитву я хочу чтобы у меня было там боже дай мне чтобы в моей жизни было счастье и так далее вот эти вот все компоненты которые он говорит они являются лингвистическими для человека но у нас же есть мозг и у нас есть душа и есть тело наш мозг он с нашим телом как сказал зигмунд фрейд соединен через элемент подсознания то есть подсознательные процессы происходят и когда человек допустим произносит лингвистический что-то господи дай мне то 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 часть его подсознание и его сознание не верит в то что это может произойти она не может в это поверить почему потому что для того чтобы поверить надо определенное состояние о нем кстати тоже рассказывают очень часто это состояние альфа или состояние полутранса или состояние такого гипнотического гипнотической модели сознание когда человек расслаблен не думает ни о чем при этом чувствует что скоро с ним что-то произойдет это лучшие модели для создания своей мечты или создания своего желания но когда мы лингвистически произносим что-то это может столкнуться с нашим сознанием и наше сознание синаптическое она может столкнуться допустим с нами образованным семантическим ядром нашей жизнью то есть мы знаем что мы не будем очень богатым мы знаем что нам скорее всего там с молодым красивым и богатым жить не будем мы скорее всего думаем что мы не достойны для того чтобы у нас был большой дом и была своя яхта как это мы заработаем и после этого человек говорит вот я хочу много денег пусть мне в жизни везет пусть мне в жизни пусть я буду здоровой вы будете здоровая мозг ваш считает что 3000 врачей которые вас на протяжении жизни осматривали они все сказали что вы здоровыми никогда не будете у вас есть инвалидность что угодно можете говорить своему мозгу и как угодно можете молиться богу не произойдет излечения именно поэтому существуют и молитвы почему молитвы сложные молитвы сложные потому что там ни о чем не говорится да воскреснет бог расточаться в разе его бегут от лица его ненавидящие его яки исчезают дым да исчезнет перед лицом огня до исчезнут духи и тогда то есть о чем здесь говорится говорится о том что можно вылечиться от духов или говорится но именно вот такая аббревиатура она и влияет почему молитвы действует и мантры действует как это устроено это устроено по принципу того что бог в начале ну кто верит в религии бога не являясь атеистом бог в начале создал слог или да было слово помните это в ветхом завете написано или в библии там было сказано и сначала был день потом была ночь а потом был потом было слово вот это слово было на каком языке зайчики на каком она языке было слово не написано что она была на санскрите ли она была на или она была на иврите там же не написано и что это было за слово скорее всего это был какой-то определенный звук если прислушаться то все есть звуки на слово одно мы реагируем нервно на другое слово наоборот позитивно многие слова они связаны с программами от некоторых слов бросает в пот от некоторых непреодолимая улыбка так действует поэзия и литература и художественно знаете как гринуй свое время искал запах который который сделает людей счастливыми так наверное каждый пить ищет наверно свои слова которые могут добраться до сердца я читал кстати такие ужасные произведения после которых прямо хотелось найти того человека кто это написал и сделать с ним гадость и второе я читал такие произведения в своей жизни художественные после которых хотелось летать так как и музыка знаете при одной музыке крылья вырастают а с другой хочется в ад упасть так в жизни устроена у людей точно также одни слова которые мы используем или слога которые мы используем могут поднимать а другие слога или соединения могут казнить так наверное и создавались вот эти вот слога которые как ни странно воздействуют на людей я по этому поводу кстати создал семинар исследуя огромное количество лога рифмов исследуя огромное количество лингвистических компонентов из разных языков я выделил компоненты которые во всех языках что-то обозначают таким образом у меня произошло соединение и объединение этих компонентов в мой семинар который называется слога мага где можно сложить или придумать свою мантру или свои слога и это мега эффективно работает но это еще не все каждому слогу есть еще и определенный символ и соединяя символ в свою мандалу или в свой символ можете запрограммировать богатство для себя мудрость для себя создать логотип своей компании или каким-либо образом воздействовать тайные слога исполняющие желания лечащие человека делающие жизнь прекрасные тогда данный семинар так и называется построение слогов или построение символов и знаков или символа третьей части листь второе вторая часть семинара построения тайные слога мага он по-моему так и называется кстати можете обратиться к операторам приобрести для себя данный сами на семинар он сейчас прямо опубликован на моем сайте можете перейти и приобрести ну вот так это устроено допустим как такие слога могут воздействовать на человека вы знаете если у человека артрит или болит сустав если каждый день на вдохе произносить нам а на выдохе тхату артрит исчезнет вот как это работает вы знаете а я вот не особо ну сейчас уже начал разбираться как так работает что много есть вопросов существуют целые циклы которые я записал это работа с такими слогами это циклы которые называются калачакра тантра йога это специальные слога магов и так далее где я объясняю как это работает и такие вернемся все-таки к теме молитвы мантры всевозможные такие слова они работают работают ли аффирмации аффирмации не работают потому что многие аффирмации они нацелены на то чтобы человек произносил как будто с ним это уже произошло дело в том что человек произносит я умен я красив я богат я здоров а это является обманом потому что его сознание слышит это и подсознание скорее всего тоже это воспринимает именно так когда человек говорит я умен я богат я красив я здоров то его подсознание его сознание но одновременно думает ты же не прав потому что ты не богат потому что ты должен ты не красив потому что сам себе не нравится ты не умен потому что не смог выучить нормально школьную программу и закончил школу на тройки в училище плохо учился и ты нездоров потому что у тебя болит там попа или там гипертония или еще что-либо таким образом произнося я умен я богат я красив я здоров подсознание воспринимает воспринимает это как ложь брехня более правильно а как бог воспринимает ну если человек говорит я умен тогда он не поумнеет потому что высшие силы смотрят на него и говорят ну раз ты умен значит ума тебе не нужно я богат ну раз ты богат зачем тебе еще богатство то есть это скорее всего работает как спокойствие и скорее всего такие аффирмации будут будут действовать но влиять они будут вот таким образом когда вы говорите я богат я богат я богат я богат то богатство не будет но вы успокоитесь просто человек который внушает себе в том что он богат он наверно хочет богатство ну и когда это богатство когда человек внушил я богат я богат я богат то его это отпустит то есть что будет происходить будет отпускать человека коммуникация мотивация вернее то есть до этого он я хочу быть богатым я хочу быть богатым я хочу быть богатым я богат я богат я богат отлично все я уже богат мне уже ничего не нужно люди которые очень долго занимаются аффирмациями в дальнейшем сталкиваются с проблемами какими потеря желания если много раз говорить я богат то не захочешь быть богатым успокоишься если много раз говорить красив то безразлично будет твой внешний вид когда будешь смотреть на себя и не захочешь одеваться когда человек произносит я здоров то будет больше не будет человека беспокоит вопросы здоровья то есть даже болеть будет но думать об этом не захочется поэтому болезнь аффирмациями опасно маша так вот и происходит появление вот таких ситуаций мне хочется чтобы человек скажет андрей андреевич а как же маятник маятник вадима как же трансерфинг реальности он же работает трансерфинг реальности работает потому что там есть идея она звучит так там очень много говорится о чувствах а я хочу вам сказать что именно чувство который выделяет человек в дальнейшем формирует его судьбу поэтому если человек о чем-то думает и чувствует при этом радость или чувство при этом у него создаются то именно эти чувства является максимально проявленной энергией жизни человек кстати я хочу пригласить вас на свою обновленную третью ступень чем интересна третья ступень я расскажу и покажу вам как сделать так чтобы радость и энергия максимально проявлялась вас хотите жить так чтобы утром проснуться и до вечера хорошее настроение ничем не сбивалась возможно вы хотите почувствовать что такое совершенно не болеть не гипертонии не диабетом ничем я вас вас обучу и расскажу такие методы которые дадут вам понимание что такое реализация энергии это большая тайна но она осуществима два упражнения которые вы будете делать утром проснувшись и вечером перед засыпанием поможет вам похудеть изменить свою судьбу но самое важное иметь такое большое количество энергии человек говорит во мне нет энергии хотите я вам что-то расскажу каждом человеке есть клетка каждой клетке есть каждая клетка в ней находится митохондрия чем отличаются клетки друг от друга они отличаются размером митохондрии так в печени более большие митохондрии в коже более мелкие и так человек устроен мы состоим из клетки в которой помимо днк и рнк и ядра находится еще и митохондрия это тот завод который производит энергию каждая митохондрия она выделяет электрический ток в размере 1,5 ватт но у нас не забывайте в нашем теле 3 миллиард 30-60 миллиардов клеток возьмите 60 миллиардов клеток и посчитайте сколько получается вольт или сколько вольт вы можете выделять и получится что человеческое существо выделяет столько же энергии как солнце если человека взять и солнце то солнце выделяет если бы солнце было размером как человек то она выделяла бы столько же электричества и энергии сколько выделяет человеческое существо в каждой клетки и когда человек говорит во мне не хватает энергии нужно улыбаться почему энергии хватает всем и на все просто есть такое понимание как управление энергией а вот как управлять энергией чтобы в нужном русле чтобы хватало об этом я расскажу на третьей ступени поэтому приходите на третью ступень будете приятно удивлены ольга коригин добрый вечер андреевич вы можете ориентир ученица второй ступени как справиться с чувством вины за характер неустроенность сына антон 32 года импульсивный не владеет собой при спорах обязательно восхищайтесь ребенком почему он импульсивный сексуально неудовлетворенный когда у мужчины растет тестостерон этот тестостерон делает его психически больным человеком это нормальный процесс ничего с этим сделать нельзя поможет либо спорт либо секс либо спирт поэтому в праве терпите ничего сделать с этим нельзя не заклёвывайте его потому что его характер сделает его в дальнейшем очень целеустремленным вы знаете люди с плохим характером которые живут рядом с вами если ими если их воспитывать они будут постоянно с вами бороться потому что вы для них не партнер а враг но если сделать их партнером то тогда вы увидите что они переориентируются на агрессию к этой жизни или к этому миру а проявление агрессии к этому миру молодого мужчины это характер такие характерные они обычно добиваются чего-то чего они добиваются успеха в жизни стараются характером перейти все рубежи то есть открыть магазин почему всем врагам на зло сделать бизнес и так далее добиться женщины с кем-то познакомиться начать заниматься спортом делает я специально выращивал так своих детей или выращиваю их таким образом чтобы у них проявлялся характер не заклёвываю их также во всем пушу когда-то роза начала тыкать пальцем на пианино я говорю какая ты молодец как же у тебя хорошо получается вот играет также у детей знаете если ребенок чему-то слава мой там когда начинал учить читать книги ему говорю какой же ты молодец ты что все книги читаешь ты что прямо такие большие книги вот он сейчас буквоет и собирает выбрал для себя профессию хотя еще год учиться до 10 класс я могу сказать что если ориентироваться на то чтобы быть прежде всего партнером они судей для своих детей то много решается а обвинение себя так а что она вам принесет что что даст вам обвинение себя не дала ну и что мне родители тоже ничего не давали но они не должны давать то что вы физическое существо сейчас без болезни и ваш ребенок без болезни физическое существо 32 года есть где жить и есть что есть это говорит о том что вы достаточно дали а все остальное даже если бы дали можно было бы просрать это частое явление в жизни большого количества людей в моей практике такое большое количество людей которые получили от родителей максимум получили от родителей богатство наследство возможности и так далее но только они и жили они очень долго эти люди родители были партийными лидерами потом сделали своих детей яркими политическими там бизнесменами политики как бы кормушки подвинули те в свою очередь начали детей воспитывать получили американское образование начали жить и так далее все это длилось дедушка умер папа нечаянно умер осталась мама после этого у мамы проблемы появились и у этого сына несмотря на огромное количество знаний возможности дохода там и так далее все порвалось и все все в дребедень разрушилась почему наркомания неправильные вложения игра в карты связи с обществом криминальным и это все вот привело к полному падению я таких семей знаю 200 может 300 где такие дети полностью там в хлам стоит только умереть дедушки из которого это все началось и все и потом нет будущего у них к сожалению много примеров семья кеннеди знаете брежнева андропова шиварнадзе все плохо внуки внуки сейчас те наркомани от те до их знают у них есть имущество они доживают то есть у них не так как у людей обычных они до 12 дня спят или до 3 потом ездят на машинах где-то там в дубаях в ночные клубы спят с проститутками в семьях у них там полная катастрофа дети потом заикаются потом рождаются дети больными в итоге рот такой вымирает правда нет мир так устроен есть слово карма знаете за карму поверьте мне все ответят или вы знаете что у геббельса есть дети которые сейчас счастливы или у гитлера я вам говорю когда закончится когда пройдет 200 лет то те люди которые находятся в политике и во власти их дети если они родные очень часто это не так вашим просто ставят роги или рога эти дети дай бог чтобы были не родными а если родные от них ничего не останется их молох пережует и выплюнет прости андрей андрей скажите можно определить человека по цвету глаз морщин одежды и так далее большое спасибо несомненно есть целые системы которые могут помочь человеку читать человека как книгу там по походке человека потому как он двигается как он там грызет губу или там тоже там есть возможность отделять рефлексы от не рефлексов можно есть такая я в свое время разрабатывал программу и разработал ее до момента когда нужно было вводить и делать тестирование эта программа она заключалась вот в чем на квадратике таком посредине была разделена полосочка квадрат делился на две части горизонтальной полосой квадратик маленький 10 на 10 сантиметров в середине было в середине было 4 сантиметра снизу полосочкой 6 сантиметров сверху и человеку засекали одну минуту человек должен был в этом квадратики при устройстве на работу что угодно нарисовать то есть поставить точку в любом месте или там квадратик на это нужно было потратить минуту если ставил точку квадратик полосочку и так далее то об этом можно об этом человеке можно было рассказать было ли судимость был ли у него если у него тяжелые заболевания если у него психические расстройства если у него в семье долги если больные дети если у его детей проблемы ориентируется ли он воровать или наоборот и вот было мной создана такая программа программа тест и дошло уже до момента когда нужно было это все программировать даже начали программирование вложили 30 тысяч долларов это все ну дошло до какого-то момента и после чего на этом все закончится потому что те люди которые это заказывали они были моими партнерами но они отказались от того чтобы это дальше продвигать я в свою очередь работал на них и делал это для них и часть этой информации созданная для них за это я получил деньги поэтому такую информацию передал им они в свою очередь это все взяли и как они сейчас этим пользуются неизвестно ах плохо потому что если бы сделали такую программу то это было бы открытие в мире наверное и чар то есть даешь человеку при устройстве квадратик он рисует программа или на компьютере рисует и программа это на протяжении там 10 минут более чем 100 параметров этого человека выдает ну вот такая была интересна можно ли я человеке много можно но это же большая такая тема ее можно рассказывать и раскрывать бесконечно для того чтобы рассказывать о человеке как человек реагирует куда смотрит об этом очень много написано это большом большом количестве этой информации есть я здесь наверное не смогу об этом рассказать есть как чувствует себя человек можно по нему прочесть а вот как чувствует мир в котором находится этот человек и который что-либо создает как его воспринимает этот мир допустим знаете глядя на человека можно сказать милый или нет добрый или нет богатый или бедный здоровый или нет встревожены или веселые счастливы или нет это можно сказать внешне глядя на человека и очень часто это но удивляет нелли об армина спасибо огромное за знание подскажите как быть взяла на себя много но не справляюсь и ничего не бросишь что делать бог терпел и вам велел поэтому если взяли на себя много то это много нужно продвигать как много поэтому старайтесь чтобы много было работы почему если вы много делаете как вообще человек устроен если вы добиваетесь чего-то в жизни старайтесь как можно больше тратить на этой энергии почему человек говорит вот я сдал сделал там три статьи и опубликовал три там видео и я не становлюсь популярным блогером а вы хотите быть популярным блогером да вы должны в день работать 8 часов и в день создавать 80 или 100 видео если эти 100 ну я не знаю 20 30 50 видео если эти 50 видео каждый день то это будет 30 тысяч видео 3000 там с лишним видео на протяжении года если у вас будет на youtube канале даже билиберды 3000 видео но ваши где вы просто разговариваете просто чешетесь ходите по улице или еще что-то делаете то вы будете популярным это эффект популярности почему чем больше видео тем больше популярность добрый вечер андрей андреевич низкий поклон скажите пожалуйста что сделать чтобы не подбрасывали щенков их очень жалко но всех не приютить заранее вам спасибо если вам подбрасывают щенков обязательно их кастрируйте и отдавайте в приют потому что такие щенки они в приюте есть специальные приюты посмотрите где они находятся отдавайте щенков приют ничего эзотерически вы не сделаете но вот ничего а посоветовать что-то вам я не смогу если вы хотите чтобы сказал тогда и вы подкиньте я этого не скажу ольга загороднюк эзотерика астрология переплетаются между собой своих практиках или в жизни вы пользуетесь ею или звезды ни при чем человек сам кузнец своего счастья на своей первой ступени эзотерической школы коллаз обновленной я говорю о принципе этот принцип он звучит так настоящая эзотерика она устроена по принципу воли или доли доли это судьба а воля это человеческое желание мы как эзотерики профессионально занимающиеся эзотерикой выбираем у себя принцип воли на принцип воли не влияют ни звезды не рок ничего не влияет принцип боли это когда человек берет своей волей и своим характером и своими знаниями эту жизнь за горло и диктует сам условия проживания жизни и желаний и правила которые там существуют я о них и говорю есть другие люди которые занимаются всем остальным нумерологии там я знаю астрологии так далее они живут по принципу доли то есть они берут и выбирают для себя долю им подсказывают звезды что-то они смотрят повезет им или не повезет и так далее это принцип доли то есть вы ожидаете своей доли стараетесь ей препятствовать старайтесь что-то делать эзотерика это воля мы как эзотерики и люди занимающиеся магией мы живем по принципу нашей воли мы хотим и это получаем несмотря ни на что несмотря ни на плохие плохое здоровье несмотря на плохие звезды несмотря на любое влияние мы как бульдозеры как самолеты которые разогнались за 7 ступеней летим и имели всех в виду правильно неправильно конфликт не конфликт к вид не к вид то то не то то нам прет несмотря ни на что при любых условиях бог нас ведет он наша путевая звезда при этом молодеем хорошим здоровее сравните фотографии мне сейчас за 50 лет а посмотрите видео которое снимал три года назад есть чем сравнить ну конечно почему ну конечно если человек на протяжении трех лет или там пяти лет так изменился значит он что-то знает да что же он знает поверьте более ленивого к спорту человека найти невозможно перед вами сидит человек который спорт не любит раньше когда я бегал по три километра я был полный сейчас когда я не бегаю занимаюсь эзотерикой по 14 минут в день худой все лямкой простить подскажите дорогой учитель как защитить семью от ксении чтобы отстала от мужа спасибо вся проблема заключается в том что он у ксении слышит как она им восхищается где в постели говорит какой он милый хороший а вы им не восхищайтесь что ищут мужчины которые куда-то ездят ксении там или чего кому-нибудь они у таких женщин получают восхищение собой дома они не получают скажите после интима вы ими восхищаетесь нет а ксения восхищается а вы говорите ему что он самый стройный и красивый нет а вот она ему говорит несмотря на то что он может быть не стройный а вы ему говорите что он самый умный нет а ксения говорит они так и забирают мужчин а у вас что человек мужчина он живет знаете чем не сексом он живет эмоциями как и женщина женщина хочет чувства мужчина но вы же у него на плечах сидите и боитесь что он вас оставит и заберет и посадит ксению себе на шею и тогда вопрос а что же делать если сидите на шее то что нужно делать нужно как с конем то есть кормить восхищаться гладить мыть и иногда дисциплинировать вот так а вы дисциплина 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 кони умер не знаю поняли что я хотел сказать имеет ли смысл развивать свой youtube канал или это отхождение от реальной жизни виртуальную на сегодняшний день мой youtube канал а их несколько приносит мне в месяц приблизительно от трех до шести тысяч долларов это пассивный доход совершенно так может делать каждый человек со временем я хочу создать еще один канал где буду рассказывать о том как записывать видео и как их продвигать в интернете и объясню какие самые топовые видео как не продавать а именно быть блогером как рассказывать о чем-то как снимать так чтобы нравилось не делать ничего сложного сейчас телефон больше всего кормит человек расти андрей андреевич как мне эзотерически вылечить ногти эзотерические проходите мой семинар ментальное целительство а вот не эзотерически следующим образом ногти легче всего лечить обычным йодом смазывайте ногти йодом но это еще не все возьмите обычный хлоргексидин или хлоргексин налейте его в ванночку нагрейте теплые в теплую ванночку опустите пальцы после этого пусть нагреется ваши пальцы вот в таком теплом растворе хлоргексидина его можно использовать многократно после чего ватным тампоном раствором йода смажьте ногтевые пластины если будете делать так 30 дней то ногти вылечить пожалуйста то же самое можно делать с грибками в ушах то же самое с грибками на ногах сегодня хороший день я предсказывал четверг плохой день помните и говорил что в четверг будет плохое состояние вчера у всех было плохое состояние я знал что это будет пошла вчера расположение луны было в плохом месте а вот сегодня хорошая потому что все открылось и есть и энергии жить хочется и почему ну потому что планеты хорошие воздействуют сейчас на человек что пожелать вам добрые слова я желаю вам как каждый человек желает только счастье человек говорит я хочу квартиру я хочу мужа и тогда вы не то желаете зачем вам это желать желайте быть счастливым бог сам придумает как вам быть счастливыми дайте ему возможность для вас что-то сделать а так он думает она будет счастлива если будет богатого я мужа хочу я мужа хочу на этой работе работать хочу на этой работе работать нафиг вам эта работа уйдите с нее вам уготовлена другая задача другая жизнь как сделать же счастливый услышите меня найдите 10 поводов на протяжении дня а еще лучше тысячу а еще лучше 10000 получить от жизни наслаждение наслаждайтесь событиями которые происходят вокруг вас старайтесь не огорчаться тем что происходит вокруг вас наслаждайтесь со временем вы увидите что это самый надежный способ который приведет вас и к материальному благополучию и к счастью и к любви и к замужеству и ко всему остальному подскажите пожалуйста как можно эзотерически защитить родного брата воина зсу есть символ который можно найти на моем сайте дуй к гуру который называется защита воина и мысленно представлять вашего брата и мысленно представлять будто вы эти цифры видите как будто они прямо брат ваш светится и на нем на золотом сеть свечение вашего брата светятся цифры вот если цифры будут если человека представлять если человека представлять белым то заберут в плен если представлять человека золотым и на нем цифры то будет под защитой если представлять человека в водопаде с утра до ночи то в него ничего не попадет его как бы не будет ничего видеть но такие программы работают с утра до вечера утром подумали поставили до вечера будет работать ночью такие программы разрушать ментальные программы которые ставит человек они не держатся на протяжении суток поэтому такие программы работают только днем расти андреевич обсессивно-компульсивно расстройство депрессии огнец расстройства аутического спектра это духи заставили человека так себе вести у нас есть нейрогормоны в нашей голове есть отдел мозга который называется nucleus accumbens nucleo accumbens темное ядро прозрачной перегородки nucleus accumbens и вот это ядро она функционирует и берет грубо гормоны адреналин норадреналин и особенно норадреналин и который является прекурсором воздействуя на nucleus accumbens и адреналин в том числе и создает процесс при котором выделяется три нейрогормона 4 один из них окситоцин связан с коммуникацией когда человеку хочется с кем-то обниматься 2 называется дофамин дофамин это гормон радости когда человек счастлив у него радостное состояние даже серотонин это когда вы спать ложитесь у вас вялость вас успокаивает у вас серотонина много и что там еще л-триптофан л-триптофан приводит гармонии все три эти гормона связывая их или проводя процесс который воздействует прежде всего на циркадные ритмы ритмы еще один гормон называется мелатонин его тоже синтезирует или производит nucleus accumbens все это называется нейрогормоны или нейромодулятор и данные нейромодуляторы они могут попадая в щель нейрона создавать синаптические связи как происходит у здорового человека у здорового человека это происходит так нейрогормон дофамин появился в щели он испытывает радость обычно это связано с повышением кислотности желудка у человека повышается кислотная желудка поднимается давление при этом у него появляется адреналин обычно это происходит когда человек употребляет алкоголь или наркотики человек употребляет алкоголь или наркотики выделяется огромное количество дофамина и такой дофамин перегружает его нейроны и И перегружает его семантическую сеть мозга, нейросеть. И вот в этой сети мозга появляется много дофамина. Человеку спать ложиться он не может, просыпается, и у него дерганное состояние происходит. Это уже развивается заболевание. Как, допустим, у человека, который только живет, у него появляется так. Так, почему у меня нет квартиры, я расстроена, это вызвало депрессию. Человек говорит себе, ну скоро будет такая квартира, все, депрессия исчезла. У человека, у которого есть проблемы психики, он где-то выглядит так. У него есть дофамин, он в большом количестве находится в нейроне. Нейрон воздействует на синапсы. Нет, человек не хочет этого, но у него вначале появилось ощущение конца. И он после этого, когда это произошло, произносит слова, со мной что-то произойдет, я скоро умру. Вот эти слова, они не создаются психикой, они создаются гормонами, психика не участвует. Поэтому людям с МДП, людям с компульсивно-обсессивным бесполезно работать психологу. Почему? Они, их претензии к миру или их слова являются следствием уже произошедшего процесса, который произошел в мозге. Это следствие проявления нейромедиаторов на синапсы и на нейроны. Поэтому следствие лечить уже бессмысленно. Поэтому очень часто я говорю, что никаким образом человеку, у которого есть такие состояния и который говорит, я сейчас умру или со мной что-то сейчас произойдет, у которого есть навязчивая идея постучать-постучать или там кандинского клерамба или шизофрения, это не является его заболеванием. Заболеванием являются процессы, которые происходят в нуклеус-аккумбенсе и влияние нуклеуса-аккумбенса в район наших нейронных и синаптических челей нейрона. Таким образом и происходит этот процесс. А человек говорит, я постараюсь психологически помочь. Нет, это бессмысленно. Вообще бессмысленно, вообще никак. Является ли это духами? Да, где-то да. Ну а что от этого? Вы сможете этих духов вызвать или вы сможете что-то сделать? Можно ли помочь? Можно. Были ли такие процессы? Были, да. Можно ли помочь? Можно. В том числе гипнотически, в том числе сугестивно, в том числе можно помочь эзотерически и даже дистанционно. Просто я очень часто говорю, обычно такие заболевания, они связаны с рядом процессов. Человек говорит, если убрать духов, то это легче. Поверьте мне, дешевле выпить таблетку. Вот поверьте мне на 100% дешевле выпить таблетку. Поэтому, когда вы купите таблетку и начнете их пить, то вам будет лучше, чем вы будете тысячу раз общаться с психологами, отдадите много денег или обратитесь к эзотерику, который будет полгода с вами работать. Сколько это должно стоить? Человек говорит, ну пусть духов уберет. Да нельзя это убрать быстро. Потому что человек, который будет удалять духов, должен быть сам чист. А что такое быть сам чист? Это когда человек живет через критерии сердца. А это еще как? Он для себя решил в своей жизни, что он будет жить через свою душу. А что это такое? Он выбирает для себя наслаждение. И в иерархии получения наслаждений считает, что духовные и душевные наслаждения для него важнее, чем интимная жизнь, чем еда. О, вы скажете мне, как это еда? Еда же это удовольствие. Вот для таких людей еда не важна. А как к этому приходят? Ну, путем поста. Каким образом? Один раз в 9 дней человек не ест. Или в 7 дней, или каждую субботу не ест. Или каждое воскресенье. Таким образом, в этот день он посвящает себе или свою жизнь на то, чтобы его душа расцвела. Чтобы жить так, чтобы еда не мешала ему. Чтобы он вновь начал чувствовать свою душу. Что тело может служить даже без еды. И что это нужно и важно. И что это не критически и не важно. Я так делаю полжизни, кстати. И секс не важно. Так человек может отказаться от секса и принципиально не заниматься сексом, допустим, там, месяц. Ну, для женщины это как бы не проблема. Но не прикасаться и не думать и не хотеть. Знаете, это большая... Не пить алкоголь, потому что алкоголь приводит к тому, что появляется в большом количестве дофамин. И так далее. Понимаете? Куда его девать этот дофамин потом? Он потом отравляет. Потому что нейрорецепторы, вернее нейрогормоны, они имеют еще и нейротоксическое воздействие. Так, если каждый день адреналин, 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 то некоторые нейроны разрушаются. Так у людей долгопьющих начинается заболевание долирий, который связан как раз с разрушением нейронных связей, синаптических связей. Разрушаются дендриты, аксоны и так далее. Лучше таблетки. При ваших заболеваниях, которые вы написали, обсессивно-компульсивное, назначают нейролептики. В случае, если у человека депрессия, назначают ему препараты, которые снижают уровень серотонина. Ну и так далее. Это целая наука, она называется психиатрия. Лариса, не могли бы вы подсказать, куда исчезло мамино любимое кольцо с рубином после ее смерти? Нигде его нет. Украли. Его у вас украли. Его украли до момента смерти вашей мамы. Я знаю кто, только не могу вам сказать, объяснить почему, зачем мне это. Я даже имя знаю. Но не хочу. Скажите, нумерология работает с человеком? Работает. Я вообще считаю, что мир человека прописан в виде цифр. Галина Кожушко. Обычно один год работаю над ступенью, прошла пять ступень, застряла на шестой. Благослови. Благословляю. Благословения не даются в эзотерике. Поэтому не морочите себе голову. Человек говорит, я не могу пройти, у меня не получается шестая. Не морочите себе голову. Прослушайте от начала до конца, скажите, все прошло. Переходите к седьмой. Андрей Андреевич, хочу изменить работу. Удастся ли мне это и в какой сфере могу лучше себя реализовать? Все, что связано с автомобилями, все, что связано с перевозками, переездами и даже туризмом, будет получаться. Ретель, пожалуйста, что зараскоется в Украине, как быстро уже будет перемога. Шкода человеке Холюсе за ридного. Дякую вам. Вже скоро. Вже декілька месяцев и будет финиш. Вже скоро. То, что мы видим, все не так. То, что вам пихают, все не так. Вообще все не так. Вообще и в одной, и в другой стране все не так. В одной стране не все связано с одним дебилом. И в другой связано не с одним дебилом. У одного есть дебил выше, у другого есть дебил ниже. И это все влияние. Когда это закончится? Скажу таким текстом. Когда высокая, красивая блондинка будет улыбаться, положит руку на книгу и произнесет клятву. В этот день все закончится. Но уже скоро. Прямо говорю вам, что скоро. Вот поверьте, что скоро. Скажите, пожалуйста, получится ли у меня реализоваться как автору, писателю, поэта? Конечно. Не знаю ни одного человека, который бы начал писать и не реализовался. Но, к сожалению, как рисование, всему необходимо обучаться. Необходимо обучаться и опыт сын ошибок трудных, и гений парадокса, друг. Когда-то у Моцарта Амадея, Вольфганга Амадея Моцарта, спросили. Вольфганг Амадеевич, скажите, как у вас так получается великолепно музыцировать на клавесине? Он сказал, вы, наверное, гений. Он сказал, нет, что вы, вы ошибаетесь. Просто я научился в правильное время нажимать правильными пальцами правильные клавиши. Только это я научился делать не из-за того, что я гений. Этому мне помог мой упорный и очень большой труд и трудолюбие. Поэтому, когда человек говорит, как мне, буду ли я поэтом, буду ли я писателем? Конечно, конечно. Каждый человек может быть писателем, поэтом, если в день уделять этому 3-4 часа. Я всегда говорю об истории такой, это история Рона Хаббарда. В свое время Рон Хаббард, он до 30, по-моему, 3-х лет очень много писал. Он писал фантастические рассказы. Эти фантастические рассказы, они не пользовались популярностью. Почему? Ему платили буквально 7 долларов за один рассказ. И он писал в день по 30 рассказов и делал это ежедневно на протяжении, по-моему, 5 или 6 лет. Имея при этом техническое образование. Для чего он это делал? Он делал это заради своей жены, так как им пришлось снимать квартиру, она родила ребенка. И у него не было возможности работать по специальности. Вот он решил писать такие рассказы. Да, у него была своя аудитория, достаточно популярная и так далее. После чего он создал дианетику, создал целую систему, которая называется дианетика. Создал методы работы над собой, которые кто-то принимает, кто-то нет. Я не поклонник, кстати, дианетики. И в дальнейшем создал целую систему. Но начинал он с того, что он пишет. Не хочется мне верить, наверное, но я хочу вам сказать. Я никогда не собирался открывать эзотерическую школу Хайлаз. У меня никогда не было такой задачи и не было совершенно такой идеи. Ее не было. Когда мне было 30 лет, я даже подумать не мог, что я буду читать лекции, связанные с эзотерикой, и вообще буду об этом рассказывать. Занимался ли я йогой? Да, я мантры там читал. И йогой занимался, вообще йогой занимаюсь, занимаюсь с 12 лет. Сейчас фотографию покажу. Здесь на этой фотографии мне 12 лет. Я здесь в пионерском, в пионерской этой, как она называлась, шапка-лодочка. Без галстука, потому что я снимал рубашку и снимал галстук, он мне мешал. А не было, что на голову одеть, поэтому я пилотку одевал такую, пионерские пилотки были. Разворачивал ее так, чтобы звездочка с обратной стороны была. Ну и вот занимался йогой. Тогда нашел в огоньке какие-то по хатха-йоге, нашел вырезки. И вот все вот эти хатха-йога, потом мушу, все это тренировался и занимался этим. Долго занимался. Потом в 22 года начал заниматься дополнительной еще, дополнительной йогой. Даже сдал какие-то показатели для работы тренером. Так никогда и не работал тренером по йоге. И где-то уже в возрасте 30 лет был большой такой опыт, включая и эзотерические направления. Изучал, интересовался, читал. Это так меня всегда вдохновляло. Хоть мой отец все время говорил о том, что это голубой мусор. Он говорил, что занятие эзотерикой и всеми вот этими видами тайн, которые я пытался изучать. Он говорил, что это мусор голубой крови. Он говорил, что это не нужно изучать, это все полная ерунда, доказать невозможно. Я ему все время говорил, папа, но математику тоже доказать невозможно. Она не существует, но она же есть и ей можно рассчитать. Он говорит, ну а что еще? Я говорю, ну электричество есть, мы же его не видим. Он говорит, все равно не поверю, пока не потрогаю. Ну вот так. Разойдусь ли я? Не отвечаю на такие вопросы. Они слишком, слишком плешивые для меня, такие вопросы. Знаете, они слишком гадостные. Если бы человек, который задает мне вопросы, почему я одним отвечаю, другим нет. Я не отвечаю тем людям, которые какашки. Простите, что я это говорю. Я не должен, как эзотерический учитель, говорить какашки. Я сейчас говорю, как Андрей Дуйко. Как обычный человек Андрей Дуйко. Вот я не отвечаю, если человек какашка. А если как духовный учитель, то тогда я обычно говорю такие слова. Уповайте на Бога, Бог вам поможет. Как эзотерический сыну избавиться от витилиго, недавно проявившегося заболевания. Собирайте росу утреннюю, смешивайте с глиной, натирайте эти места, где витилиго. Эзотерический, у вас есть сила эзотерически действовать. Ну как эзотерический, у вас есть силы. Для того, чтобы воздействовать эзотерические силы, должны быть какие-то. Как вы эзотерически будете помогать? Представлять вы больше секунды представить не можете. Что-то делать, это удерживать нужно, это должна быть какая-то сила. Где она у вас? Скажите, пожалуйста, смогу ли... Так, а у нас уже час тридцать, будем заканчивать. Смогу ли удачно продать свой дом, уехать жить в Казань? Скорее всего, удачно не продадите. Так. Я желаю вам всем успехи, хороший получился в итоге вебинар. Надеюсь, он вам понравился. И желаю вам всем прекрасных выходных. Обязательно оставьте свой комментарий. Обязательно перейдите на мою титульную страницу. Обязательно поставьте лайк и поставьте комментарий. Ведь в инстаграме, если ставите комментарии, то это вовлеченности. Сделает мой телеграм-инстаграм-канал более развитым. Добавит людей. Приведет к заинтересованности. В случае, если вы сделаете это в ТикТоке, подпишитесь на меня, то в дальнейшем сможете смотреть дальше мои выходы в эфир. Надеюсь, это кому-то нравится. В случае, если вы это сделаете в Ютубе, это тоже приведет к вовлеченности и будет больше людей. Напишите свою историю, напишите свой комментарий. Напишите, что вам не нравится. Напишите и разоблачите меня, если я являюсь какашкой. Сейчас я открыл все комментарии и абсолютно все комментарии, которые можно написать на меня. Какое какашка, какое там еще какое-то и так далее. Все можно писать. Обещаю ничего больше не удалять никогда. Не удаляю никакие плохие комментарии. Если вы решите их написать, пишите. Я не против. Я желаю вам всем счастья. Желаю, пусть будет окончание того, ужаса, который сейчас есть. Пусть нас больше не спасают те спасители, которые пытаются в Украине нас спасать от электричества. Зачем людей спасать от электричества? Ничего не могу понять. Пусть те, кто управляет людьми, пусть люди будут более благословенными по отношению к людям. Пусть люди будут более теплыми. А самое важное, старайтесь делать все, чтобы не убивать своих близких. Обязательно поддерживайте близких. Они в этом нуждаются. Обязательно поддерживайте. Какие бы они ни были, они ваши. Еще раз спасибо. До свидания. Выключаем, Женечка. Женя, выключаем. Ага, не слышит Женя. Тогда я выключу вот здесь.